шалом сегодня я хочу снова задать животрепещущий для многих из нас вопрос кто такой ешу он бог или нет прежде чего давайте договоримся кто собственно такой бог бог для нас это творец вселенной то есть мы различаем творца и его творение бог никем не сотворен он полностью самодостаточен а вот творение обязана ему как своим существованием происхождением так и нынешним бытием существованием то есть аналогия например художник и картина картина появилась почему потому что художник пожелал создать ее и нарисовал мир также по этой аналогии появился по воле божий по его желанию кончается впрочем эта аналогия в тот момент как только мы спросим откуда же взялся художник и нужен ли он уже нарисованной картине в отличие от бога художник сам является творением и написана им картина может дальше прекрасно существовать и без него а вот мы не только появились благодаря богу но и дальше постоянно нуждаемся в нем теперь второй момент как творец и источник жизни бог достоин поклонения что такое поклонение я его определяю так поклонение это признание мной того факта что я имею дело сейчас существом не просто из другой весовой категории но с кем-то несотворенным то есть в мире есть очень много людей которые можно сказать другой весовой категории они намного меня сильнее умнее добрее чище бог тоже и сильнее и умнее и чище и добрее меня но при этом он сам и есть добро он сам и есть разум с большой буквы то есть если мне удается сделать что-то доброе то или догадаться додуматься до чего-то разумного правильного то лишь по той причине что это он господь бог дает мне часть своего добра и наделяет меня своей собственной способностью мыслить теперь давайте вот свете этих двух моментов посмотрим что же новый завет говорит нам о еще то есть то что он человек я надеюсь мы сейчас не будем обсуждать даже это мне кажется ясно вопрос у нас сейчас другой будучи человеком является ли еще при этом также богом или кем-то менее бога то есть с учетом сказанного до сих пор вопрос вот этот разделяется на два фактически во первых до своего рождения мирьян еще существовал как творец или же в какой-то момент он был сотворен и во вторых ешу является объектом поклонение или же нет евангелие ты она открывается такими словами в начале было слово и слово было у бога и слова было бог первые два слова в начале это явная аллюзия на первую фразу книги бытие начале сотворил бог небо и если моисей пишет что в начале бог нечто сделал то и он пишет о том что в начале некто был в начале было слово это слово было у бога или с богом тоже возможный перевод может быть даже более точный и дальше как бы упреждаю вопрос читателя о природе этого слова если оно было в начале то что это значит оно было первым творением бога или нет и если нет то кем же было это слово предаете вопрос и он пишет слово было бог и так еще до сотворения есть разумеется бог есть также слово которое абсолютно настолько же божественно что и сам бог в этой же главе и он делает еще одно очень сильное заявление 18 стих бога не видел никто никогда единородный сын сущий в недре отчим он явил синодаль перевод греческий текст звучит немного иначе если его перевести буквально то получается следующее бога никто никогда не видел единственный бог сущий в лоне отца он рассказал это и он говорит о мессии и шо давид стерн переводит этот стих в еврейском новом завете так никто никогда не видел бога но единственный и неповторимый сын тождественный богу и находящийся рядом с отцом он помог постичь его получается что слово рождено отцом в вечности они сотворено то есть еще сын божий от вечности они с момента своего земного рождения от мирья сам о себе он говорит так как отец имеет жизнь в себе самом так и сын удал иметь жизнь в себе самом еще одно очень сильное заявление прежде нежели был авраам я есть не прежде нежели был авраам я был нет я есть священное имя бога который он объявляет в книге исход я есть тот что я есть мое существо другими словами мое бытие зависит только от меня самого я имею жизнь в себе самом неудивительно что реакция слушателей была такой какой была взять камни чтобы побить его за богохульство за отождествление себя с богом называть бога отцом было бы до измечем то нормальным еврейские оппоненты еще однажды сказали ему одного отца имеем бога так еще называя бога своим отцом очевидно вкладывал в это слово некий дополнительный смысл потому что и он пишет так он не только нарушал субботу но и отцом своим называл бога делая себя равным богу конец фома увидевший воскресшего и шо говорит ему господь мой и бог мой еще в ответ на эти слова говорит ты поверил диалог крайне показательный поскольку его ведут два еврея фома будучи евреем не употреблял конечно же слова господь и бог так как в своей речи так как употребляем может быть их мы типа господи боже мой да что ж это такое да сколько это будет продолжаться такие восклицания возмущение удивление и все прочее у него с этими словами все было намного более строго так что вот эта фраза которую он произнес господь мой и бог мой она была обращена не куда-то в воздух она была обращена непосредственно к ешуа и который свою очередь будучи тоже евреем что он должен был сделать если он не господь и не бог он должен был строго на строго читать фому за то что он сейчас сказал за то что он называл человека богом который на самом деле богом не является ты дал поклонство однако вместо всего этого еще отвечает ему ты поверил другими словами ты наконец-то убедился в том что я действительно воскрес из мертвых а заодно и понял кто я есть на самом деле мы продолжим разговор на поднятую нами сегодня тему через неделю спасибо шалом а